Добрый вечер! В эфире итоговые новости. В студии работает Самат Секенов. Ельбасы посетил новую мечеть, расположенную в Сара-Артинском районе столицы. Ранее озвучивалось предложение о возведении новой мечети именно в этой части города, население которой превышает 380 тысяч человек. Нурсултан Азарбаев поддержал данную инициативу. Строительство мечети осуществлялось за счет средств частных инвесторов. Здание выполнено в классическом исламском стиле. Снаружи и внутри украшено традиционными орнаментами и декоративными элементами. Площадь мечети составляет более 2000 квадратных метров. Глава государства Касымжумар Токаев принял верительные грамоты от чрезвычайных и полномочных послов ряда стран. В миссию в Казахстане входят новые послы – королевцы Таиланда и Ордании и Республики Венесуэла. После официальной церемонии президент провел двухсторонние встречи с каждым из послов и обсудил необходимые шаги для укрепления сотрудничества. Касымжумар Токаев впервые после избрания президентом страны принимает верительные грамоты. Первое исполнение этой миссии досталось послу Королевства Таиланд Расу Джаличандре. Наши отношения во всех сферах, будь то политические, экономические, культурные, очень важны. У вас новый премьер-министр. Поздравляю. Уверен, что правительства двух стран будут дальше развивать связи, сохраняя ранее сложившуюся дружбу. Это было. Поздравляю вас с началом миссии в Казахстане. Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут способствовать укреплению нашего сотрудничества в экономической, культурной и других областях. Первый президент Казахстана Носултан Назарбаев внес огромный вклад в налаживание хороших отношений с Иорданией. Сегодня президент Касымжумар Токаев отметил готовность к дальнейшему развитию отношений с Королевством Иорданией. А вот сотрудничество между Казахстаном и Венесуэлой уже закреплены на бумаге. Обе страны связывают тесное налаженное взаимное сотрудничество. Господин посол, я хотел бы выразить вам свои поздравления в связи с очень важным днем вручения верительных грамот. Это важный день и для вас, и для нашей страны, поскольку вы первый чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в Казахстане. Я хотел бы пожелать вам успехов, вашей миссии. Отношения между нашими государствами только-только начинаются, хотя были установлены давно. Я хотел бы выразить признательность вашему руководству, президенту Мадуро, за решение учредить посольство Венесуэлы в Казахстане и направить вас в качестве чрезвычайного полномочного посла. Главная цель нашей миссии в Казахстане – укрепление политического, социального, культурного и экономического сотрудничества между правительствами двух стран, укрепление дружественных отношений между нашими народами. В свою очередь посол Венесуэлы отметил, что Казахстан проходит новый исторический период и пожелал президенту успехов. Указом главы государства Крымбек Кушербаев назначен руководителем администрации президента республики Казахстан. Ранее эту должность занимал Бахджан Сагентаев. 64-летний Крымбек Кушербаев занимал разные должности. Он с честью работал заместителем премьер-министра, руководителем пресс-службы президента, министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки. Был послом Казахстана в Российской Федерации. В Западно-Казахстанской области за три года создал новые отрасли. Были проведены работы по подведению газопроводов, воды. Вопросы дорог и логистики решены положительно. Последние шесть лет занимал должность Акима Казалардинской области. Здесь также под его руководством был решен ряд наиважнейших вопросов. Обновлен международный аэропорт, построенный дорогей республиканского значения. На берегу Сырдарии возводится новый город. Сегодня указом главы государства Акимом города Алматы назначен Бахджан Садинтаев, ранее занимавший должность государственного секретаря. Это человек, который прошел все ступени власти. Некоторое время вносил вклад в возрождение малого и среднего бизнеса. Работал заместителем Акима Жамбульской области Акимом Павлодарской. С честью занимал должность министра регионального развития. Ельбасы доверил Бахджану Садинтаеву кабинет министров. Стоит также отметить, что в сложных кризисных условиях правительство достигло экономического роста. Будучи премьер-министром, начал реализацию таких важных программ, как «Рухани-Жангару» и «Семь грани великой степи». Сегодня на совместном заседании Палат парламента был рассмотрен вопрос о продлении работы четвертой сессии шестого созыва. Премьер-министр Оскар Мамин разъяснил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы. Председательство вышли на совместном заседании Нурлан Нигматуллин отметил, что депутаты обеих палат рассмотрели возможность продления работы четвертой сессии. Как сказал спикер палаты, для реализации инициатив главы государства Касымжомарта Тукаева, направленных на решение социальных проблем казахстанцев, необходимо всесторонне обсудить и принять проект бюджета. Данный вопрос единогласно поддержан Сенатом и депутатами Мажелиса. Принято постановление о продлении срока работы сессии. Спикер Сената парламента Дариган Азарбаева поздравила журналистов с Днем работников средств массовой информации, поблагодарила за профессионализм и добросовестное выполнение своего дела. Для защиты интересов представителей средств массовой информации должна быть создана профессиональная общественная организация журналистов. Это очень важная работа. Дариган Азарбаев отметила, что в следующем году будет проведен конкурс на лучшее журналистское исследование по материалам работы палаты. Ваша деятельность осуществляется наряду с работой депутатов. Законотворческий труд парламента доводите до населения. Информационные поводы доводите своевременно до общественности. Пусть ваш труд будет успешным. Сегодня председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации. К знаменательному событию он вручил представителям медиа специальную премию «Парламент СОЗ». В этом году она проводится в третий раз. Спикер Мажелиса отметил, что с момента обретения независимости Ельбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделял особое внимание развитию СМИ. Ваша деятельность напрямую связана и с народом, и с государством, сказал он. Победители премии парламента были определены специально созданной комиссией по шести номинациям. Номинации за вклад в развитие парламентской журналистики, за лучший телевизионный сюжет, за лучшую печатную публикацию. Видеооператор телерадиокомпании «Казахстан» Бахтиар Умаров стал победителем в номинации за лучший видеофотоматериал. Также в этом году была учреждена специальная премия «Парламент СОЗ». Ее удостоился телеканал «Сары Арка». Поручение президента о списании беззалоговых кредитов многодетным и малобеспеченным семьям активно обсуждается в обществе. Эта новость очень обрадовала граждан, входящих в эти категории. По их словам, решение главы государства поможет наладить жизнь. Ведь многодетные семьи сегодня в основном живут на льготы, которые выплачиваются государством. Стремясь наладить свой быт, они берут кредиты, оплачивать которые потом они не в состоянии. Одна из них – мать четверых детей Ирина Долгих. Она живет в общежитии. По ее словам, у нее закончились продукты, и она через интернет оформила кредит в размере 25 тысяч тенге. Поскольку у нее не получилось оплатить займ на полученную сумму, быстро набежал штраф. Надежду на улучшение положения дел ей вселил обнародованный указ президента о списании кредитов социально уязвимым слоям населения. Я брала онлайн кредит 25 тысяч, не получилось погасить, они мне насчитали около 70 тысяч уже. И мне вот сейчас вот то, что добавили пособие, рассчитываю, что я вот как погасить не получается. Четверо детей накормить и одеть нужно. И все прям, не знаю, сегодня увидела в интернете, что хотят помочь с кредитом. Было бы хорошо, если бы помог президент погасить наши долги, чтобы как-то выровнять ситуацию нашу многодетную. Мы очень рады, что президент Токаев принял решение закрыть кредиты многодетных семей. Если нам спишут долги, то мы будем счастливы. Спасибо ему за такую своевременную помощь. На сегодняшний день в нашей стране существуют различные программы, направленные на обеспечение занятости населения. Также создаются условия для переобучения и освоения новых профессий. Одними из тех, кто воспользовался предоставленными возможностями, стали осуждены исправительного учреждения 156-14, где работает цех по изготовлению межкомнатных дверей. Здесь осужденные, работая на современных станках, выпускают в день до 60 готовых изделий. Отметим, что для их обучения были приглашены специалисты из Украины. Входя в цех по изготовлению межкомнатных дверей, не скажешь, что оно расположено в исправительном учреждении. Здесь установлены современные станки, которые управляются компьютером, а каждый из осужденных является специалистом в этой сфере. Этот цех был открыт в исправительном учреждении 156-14 в марте текущего года. Сегодня здесь работает около 50 человек. Все они официально трудоустроены и получают заработную плату. Здесь осужденные не проводят время зря. Будучи в заключении, они работают и получают за это заработную плату, тем самым покрывая свои долги поисковым требованиям. Также некоторые отправляют заработанные деньги домой, помогая своим семьям. Сотрудничать с исправительным учреждением решила столичная фабрика. Для обучения осужденных, работе на новых станках и способам программирования были приглашены два специалиста из Украины. Как отмечает представитель фермы, программа занятости дает положительный эффект как для самих заключенных, так и для развития бизнеса предпринимателей. Сами понимаете, в данный момент у нас было производство в другом месте, но рабочих сил не хватает, небольшое еще что-то. А здесь нам, как сказать, очень удобно работать. Здесь рабочих сил достаточно, минимальная заработная плата. Здесь мы оплачиваем только свет и все. Стоит отметить, что большинство заключенных имеют высшее образование. Однако никто из них ранее не работал в этой сфере. Здесь осужденные получили необходимые профессиональные навыки, которые можно в дальнейшем использовать уже на свободе. Работать может каждый, лишь бы было желание, говорит Ербулат Булатханов. Ну, было тяжеловато, конечно, да, то, что в данный момент сейчас мы уже освоились, получили специальность. Обучение производилось у нас здесь, приехал специалист, два специалиста с Украины. Нас обучили, получается, я сейчас в данный момент на программном обучении работаю, составляем программы, то есть вот эти вот рисунки. Здесь установлены 13 современных станков. В день работники изготавливают более 60 дверей. Качество товара не уступает изделиям украинского и российского производства. Готовые товары реализуются по всему Казахстану. Представители фирмы планируют увеличить масштабы и поставлять двери в ближнее зарубежье. А это значит, что цех будет расширяться и работой будут обеспечены еще большее число осужденных. Бакатгуль Казес, Илья Сабит, Телеканал Семей. К другим темам. Резиденты интерно-медицинского университета города Семей сдают тестирование и практические экзамены. Стоит отметить, что тестирование было организовано с участием Национального независимого экзаменационного центра, то есть выпускники резидентуры и интернатуры сдали экзамены комиссии, в состав которой вошли практикующие врачи, а не преподаватели учебного заведения. Оценка знаний и навыков выпускников резидентуры и врачей-интернов Медицинского университета Семей проводится в два этапа. В первую очередь посредством компьютерного тестирования были проанализированы и полученные ими знания. Этот метод применяется Национальным независимым экзаменационным центром уже несколько лет. Независимое тестирование, чем отличается от простого тестирования, что не присутствуют наши дежурные, полностью наблюдатели, значит, независимо, все прозрачно. Тестирующие получают сразу результаты, они могут подавать на апелляцию, которая рассматривается уже на следующий день центром независимой экзаменации, экспертами, тестологами. На проведенном ранее экзамене интерны показали хороший уровень знаний. Согласно требованиям, проходной балл составлял 50% от общего числа тестовых вопросов. Выпускник, не достигший этого уровня, не допускается ко второму этапу, то есть к практическим испытаниям. В этом году экзамен сдавали 557 интернов. Все показали хорошие результаты. В течение семи лет они обучались по пяти специальностям. Терапия, хирургия, общая практика, педиатрия, а также акушерство и гинекология. Также экзамен сдавали интерны, которые обучались в течение года по специальности стоматология. В этом году учебное заведение по 25 специальностям оканчивают 186 резидентов. Надо сказать, что во время тестирования в каждом кабинете дежурили независимые наблюдатели. Несмотря на то, что вопросы тестов были трудные, мы смогли показать свой уровень знаний. Это все благодаря ректору университета и нашим преподавателям. Большое им спасибо. Верю, что в будущем многие из нас постараются стать отличными специалистами. После завершения тестирования резиденты и интерны сдавали практический экзамен. Во время него оценивались не только полученные ими знания, но и их коммуникативные навыки. Резиденты-ревматологи и резиденты-педиатры, принимая стандартизированных пациентов, продемонстрировали клиническую практику. Стоит отметить, что в этом году у выпускников, успешно прошедших два этапа экзамена, есть возможность получить сертификат. Самат Сикенов, Гульнас Каукен, Рыскуль Мадвасова, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей». В рамках 30-летия международного антиядерного движения «Невада Семей» было организовано праздничное мероприятие для детей, пострадавших вследствие испытаний на Симпалатинском полигоне. В нем принимали участие и их родители. Отметим, что данное мероприятие было организовано общественным объединением «Дети полигона» совместно с руководством детского развлекательного парка. Общественное объединение «Дети полигона» создано в Абайском районе в 1991 году. Цель данной организации созданной на основе Международной конвенции защиты прав детей, оказания социальной помощи детям, пострадавшим от ядерных испытаний, а также привлечения внимания общественности и меценатов к их проблемам. Со дня создания общественного объединения работает в тесном контакте с движением «Невада Семей», а также благотворительным фондом «Бубек» и отделом «Анамембала». С 2000 года налажено тесное сотрудничество и с администрацией детского парка. В этом году исполняется 30 лет Семипалатинскому антиядерному движению «Невада Семей». Сегодня руководство детского парка и общественное объединение «Дети полигона» проводят праздничные мероприятия для детей, пострадавших от ядерных испытаний. Для участия в мероприятии были приглашены дети с ограниченными возможностями, сироты и дети из малобеспеченных семей. Проведение благотворительного мероприятия поддержали предприниматели. Для юных гостей в детском развлекательном парке была организована концертная программа. Также ребят ждали праздничные угощения и подарки. От имени администрации детского парка детям были вручены 300 билетов на аттракционы. Дочь Жумагельдина Жан-Нур, 92-го года рождения и сейчас 27 лет. Она пострадала из-за Семипалатинского ядерного полигона. Бахат Алембаева ежегодно приглашает нас и мы с большим удовольствием всегда приезжаем сюда. Участвуем на этом мероприятии и хорошо проводим время. Я участвую в этом празднике уже второй год. Этот праздник очень интересный, все дети рады. Мы весело поиграли, своими руками вырезали ратугу из цветной бумаги. Или мороженое и очень хорошо провели время. Также нас развлекали герои из мультфильмов. Детский праздник посетил и вице-президент международного антиядерного движения Невада Семи Султан Картоев. И очень приятно, что находятся такие люди, которые бесплатно, безвозмездно устраивают праздник радости, праздник для детей, праздник души, праздник встречи со своими сверстниками, с друзьями. Пусть это не дорогое удовольствие, но это приятное удовольствие. Так что я рад, что такая традиция и такие меценаты, как Филипповы, в городе есть. Я надеюсь, что это не последняя акция. На мероприятие также были приглашены доверенные представители международного антиядерного движения Невада Семей. Среди них были и врачи. Во время мероприятия они побеседовали с родителями и ответили на их вопросы, а также дали необходимые рекомендации. Один из них – заслуженный врач Республики Казахстан Булат Сирикпаев. По его словам, общественное объединение в целях оздоровления детей, пострадавших вследствие ядерных испытаний, проводит целенаправленную работу и отправляет ребят на лечение в различные санатории. Бахта Алимбаева проводит работу по оздоровлению, отправляя детей в Шымкент и Уральск. Я уверен, что ее труд не останется без внимания. Я рад, что сегодня, хотя на один день, детям подарили такой хороший праздник. Здесь они встречаются и общаются между собой, а также интересно проводят время. Сегодня общественное объединение «Дети полигона» оказывает помощь около 200 детям, пострадавшим от ядерных испытаний. Им оказывается не только социальная, но и медицинская, а также юридическая поддержка. В «Семей» с 28 по 30 июня пройдет международный фестиваль «Семей Summerfest». Он направлен на то, чтобы повысить имидж города «Семей». Об этом стало известно сегодня во время специальной пресс-конференции. Мероприятие имеет как спортивное, так и интеллектуальное направление. Будут проводиться состязания по скидкубингу, футбольному фристайлу, шахматам и национальным видам спорта. Также будут организованы выступления уличных музыкантов, фокусников, благотворительный забег и многое другое. Ожидается, что мероприятие посетят также гости из зарубежных стран. Закрытие фестиваля состоится 30 июня на центральной площади города. Стоит отметить, что фестиваль направлен на благотворительность, а собранные средства будут направлены на помощь жителям города Арыси. В этом году мы проводим фестиваль «Упрощенный». Он с посылом у нас на ежегодный и международный не ближнего зарубежья, а до дальнего зарубежья. Поэтому программы должны быть интересны. В этом году мы решили провести 12 различных, не конкурсов, а фестивальных программ. Напомним, что наши новости вы также можете увидеть на сайте 7tv.kz. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»